Продолжение следует... Там один танк. Попытка была прорваться в аэропорт по темному переходу, о котором мы знаем. Ну, ночью ребята сработали великолепно, уничтожили все эти три единицы, но беттери-танк. Там, правда, дымился, но уехал. Козел, к сожалению нашему. Ну, а так... Ну, артиллерийские обстрелы будут продолжаться, тем более территория не ихняя. Теперь им вообще будет пофиг на своих, на чужих. Даже если кто застал, там, группа человек 5-6, они будут уничтожены своей же артиллерией. Попытки будут ночью. Я предупредил своих бойцов, предупредил и командир Моторола, предупредил своих ребят, чтобы были готовы к любому прорыву. Ночью в основном стараются проникнуть дирекционные группы на территорию аэропорта или на территорию города. С какой стороны будет заходить, мы не знаем. Так что мы ждем любых сюрпризов и нас ничем не удивишь в данный момент. Я думаю, будет так всегда, потому что, что подразделение Сомали, что подразделение Моторола, Спарта, готовы к любой атаке, к любому прорыву со стороны украинской армии. Что бы ты хотел передать остаткам украинских военнослужащих, которые остались там в этом терминале, которые прячутся там, как крысы? Что бы ты хотел им передать? Не быть дебилами. Знаете, у Спарты, у Моторола, там где мы, там победа, есть девиз. А у нас девиз, вы все умырете. Так что, поверьте моим словам, Сомали никому никогда ничто не прощает. Я советую быть не дебилами, а нормальными, адекватными людьми, сдаться по-человечески. Будет военный трибунал, и их никто не собирается убивать, растирать на части, убивать, насиловать. Никто их не собирается. Мы их передадим нашему правительству, пускай с ними сами разбираются. В Минске была подписана декларация о перемирии. Перемирие заключается собой в том, что не передвижение, ничего не должно происходить. А у нас обстреливают, вы пока сами видели, слышали сегодня. Вылетело на поселок, уничтожили очередной дом. Очередные люди остались без жилья, которые вернутся сюда, к сожалению. Я просто прошу, быть благоразумными людьми, или украинские, батальон, остатки батальона, или армейцы, или наемники, или кто там, квадеицы эти, просто сдаться, и им ничего не будет. Они останутся живы. Никто их не расстреляет, никто их не убьет. Мы их передадим в наше правительство, в наш военный трибунал, пускай с ними сами разбираются. Продолжение следует...